здравствуйте друзья здравствуйте ребята и девчата с вами феликс сегодня у нас очередная беседа и поговорим мы с вами о многом разном но перед этим хочу показать вот небольшое вот такое направление знаю что говорю медленно многим это не нравится ну у меня нет никаких заранее заготовленных текстов поэтому иногда даже сам себя вот я слушаю вот есть такая вот кнопочка настройки это те кто не знают здесь вот скорость обычная и можете увеличить на полтора на один с четвертью даже до двух и кому как удобнее чтоб это беседа этот разговор проходил более оживленным темпе кому так больше нравится и так пару дней назад я сделал две группы на фейсбуке пришел к выводу что надо переходить на фейсбук и осваивать его потому что поскольку мы работаем на американском рынке там фейсбук это номер один место общения продвижения и он больше инструмент чем просто вот так вот место где можно попереписываться поэтому надо осваивать фейсбук это одна причина вторая причина в том что именно группа на фейсбуке дает возможность сосредоточить все в одном месте то есть можно писать посты можно размещать ролики можно чат вот организовать при группе то есть все это сконцентрировано в одном в одном месте на одной странице поэтому потихоньку перекачиваю на фейсбук относительно групп я уже сказал что две группы две группы вот это вот группа как начать бизнес на амазон в этой группе платное сопровождение по вхождению и установлению бизнеса на амазон здесь ребята и девчата ничего бесплатного нет здесь посты делаю только я вопросы может можно задавать под роликами и эти вопросы опять же относится только к тому как начать обучение и никаких практических советов по работе на амазоне здесь в открытом доступе в этой группе нету поэтому еще раз пользуясь случаем хочу попросить всех кто зашел сюда случайно не знаю о чем эта группа пожалуйста удалитесь и мы с остальными будем работать это относительно этой группы на обе группы ссылки будут под роликом и можно будет вступить в ту или иную на ваш выбор так эту закрываем а вот это вот группа amazon с феликсом здесь все без бесплатно извиняюсь здесь все бесплатно на добровольной основе ребята делятся информацией друг другу опять же помогают то есть вот это это никуда не ушло никуда не делась мы живем в такое время и в такой ну развалившейся стране что не у всех есть средства чтобы заплатить и начать зарабатывать то есть это возможность у всех сохраняется здесь при группе есть чат в котором мы общаемся довольно весело то есть вот вступайте сюда здесь мы продолжаем друг другу помогать и поддерживать но опять же говорю все это на добровольной основе это значит что может на ваш вопрос и не найтись ответа но в любом случае тут тоже очень много полезной информации и так пару дней назад точнее позавчера в этой группе мы организовали ну я организовал вот такую вот голосовалку для того чтобы попытаться как-то сформулировать повестку дня до которая интересна большинству участников группы и чтоб ну не лить воду в роликах да скажем так варианты ответов добавляли сами участники кто вот что хотел и остальные к ним присоединялись и вот на основании вот этих вот роликов мы сегодня вот с вами и поговорим постараюсь передать свои наблюдения свои наработки да не все конечно но так откроем пусть будет видно будут видны вопросы и пройдемся по ним и так самый начнем с нижнего да с автоматизации этот вопрос считают актуальным кстати тут можно было сразу за несколько вариантов ответов голосовать так что кто-то попросился или что-то и мы убежали так что не ограничены были в одном выборе одного единственного ответа и так автоматизация автоматизация насколько я понял касается именно арбитража ресершек никому как выгодно то есть поиску вилок четыре человека проголосовали за этот вариант то есть это это не до не хватает арбитраж ребята и девчата есть инструменты инструменты арбитража автоматизированные но они во первых стоит очень дорого очень дорого это ну 100 долларов в месяц обом плата нет инструментов нормального арбитража который будет вам искать эти вилки и которые стоят бесплатно всякие хакнутые версии они они но не то они не обновляются то есть создатели вот этих программных обеспечений это надо нам всем знать даже то что бесплатно вот есть свободном доступе они предоставляют они не всегда работают корректно а хакнутая версия она может с любым допустим небольшим изменением на амазоне или там с другим сайтом с которым эта версия работает если там на сайте небольшое изменение то все это но уже никуда не годится потому что вот версия не обновлена так что ну а то что обновляется она стоит обомплату ежемесячную и стоит прилично я так смотрел за x-ray мне нравится вот эта программка она четкая хорошая но для того чтобы она себя оправдала надо во-первых иметь большое количество продаж ну 100 долларов в месяц это все-таки немало это одна причина вторая причина никакая автоматизация не даст не даст ответ они не восполнит вот эти первые два пункта за который очень много проголосовавших вы не сможете накопить никакой информации никакого опыта надо все это проделывать самому чтобы понять каким образом работать и что делать на амазоне это про автоматизацию оборотные средства за этот вариант проголосовали 9 человек ну честно говоря меня как-то даже удивляет это такая постановка вопроса потому что я с радостью нахожу оборотные средства у меня тоже там не так чтобы денег куры не клюют но когда у тебя продался товар только в этом случае тебе надо достать деньги и когда ты видишь что допустим продался товара там продается на 200 долларов 300 то за неделю и тебе для того чтобы эти ордера выполнить надо 150 где-то найти ну навариться да то ты их с радостью находишь и с легкостью именно вся прелесть дропшиппинга в этом что тебе нужны деньги только после того как тебе уже заплатили за то чтобы ты подешевле что-нибудь отдал ну клиенту если с этим какие-то затруднения ну как не такое тоже есть ну ну где взять денег уменьшен начните с малого поменьше листинга выставляйте чтобы не было по низкой цене выставляйте товары чтобы не было того вот у вас последние 100 долларов да и вы выставили товар который по себестоимости тоже 100 долларов ну вот вы его 1 1 этот товар продадите а дальше что будет выставляйте там 5 10 по 10 долларов ну вот так вот рассчитывать чтобы чтобы хватало пока не нарастить пока не нарастите этот капитал скажу так что ну я то что с первого дня вложил там сколько мне понадобилось ну несколько раз только подбавлял туда по ходу дела уже пришлось и вторую карту задействовать потому что но с того же пионера там 9 транзакций в день ну 9 продаж это день не хватает и бывает и побольше поэтому уже начинаешь со второй карты то есть вот это тоже надо как-то рассчитать но в любом случае вот один такой совет из моего опыта не дергайте деньги с пионера не дергайте деньги с пионера ну понапрасну потому что ну сняли потом опять докладывать это все проценты туда проценты суда лишнее движение денег оно ну не оправдывает себя это по оборотным средством времени до время это время деньги которое за время за деньги не купишь что сказать тут надо уже планировать планировать свой рабочий день еще раз скажу часто может быть повторяю но если относиться к амазону как к работе постоянной то это будет очень хорошо там 8 часов в день тут если уделять если уделять то тут успехи будут громадные но понятно что мы все работаем не опираемся на амазон по привычке да вот есть работа и мы ходим ходим работаем на дядю какого-то ну то для себя уж надо для своего бизнеса найти час-два в день это надо надо запланировать это вам никто с вами временем не поделится надо действительно отнестись к этому как к своей родной бизнесу даже я хотел сказать работе но это не работа это ваш бизнес это насчет времени хорошей стратегии тут бы я убрал слово хороший должна быть вообще стратегии то есть вот мы пришли на амазон перед тем как зайти вообще зарегистрироваться ну естественно вопрос встает что я там буду делать продавать правильно правильно что продавать ну продавать если ответ у вас все подряд то это не ответ этот все равно что вот я пришел на стройку и буду делать все подряд там и кирпичи класть и стяжку делать и не знаю плотником работать такого не бывает значит вы ничего не будете делать надо выбрать что-нибудь есть допустим плотник краснодеревщик да это еще более понятно там он и плотник и мебель делает а вот так чтобы там и прямо он все на все руки мастер ну нету такого то же самое касается вот стратегии надо выбрать товар надо выбрать категорию надо более конкретно подойти вот именно той сфере в которой вы хотите осуществлять продажи вот когда вы это сделаете у вас все будет получаться легко легко и просто когда вы кидаетесь вот сегодня давайте я буду там игрушки делать завтра буду там холодильники выставлять послезавтра не знаю кофеварки так так не получится так не получится вы опять же вот возвращаясь вот к автоматизации вы ничего не изучите вы ничего не проанализируйте этот автомат вам допустим будет выдавать всякие вилки всякие пары и вы окажетесь вот чуть позже я опять вернусь к этой автоматизации вот чем она плоха окажетесь здесь то есть стратегию разрабатываете каждый под себя если допустим вы технарь хорошо разбираетесь там во всяких там устройствах да скажем так вы инженер то вам надо продавать допустим инструменты продавать всякие вот такие то что вам ближе вот в этом плане надо разрабатывать стратегию разрабатывать следовать этой стратегии в течение определенного периода быстро не получается ребята и девчата это не быстрый заработок надо проработать период у меня был ролик сделать анализ своей работы и улучшать и без этого не получится вы зря будете терять время ну и следующие два популярных вопроса ответа это опять же вытекает одно из другого до опыта информация и опыт то есть информация накапливается вместе с опытом пока у вас не будет опыта не будет информации то есть техническую сторону там нет не сложно да там как выставить товар как сделать как 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 то 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 но это не опыт и информация опять же с течением времени накапливается накапливается давайте я вам сейчас покажу свой компьютер это у меня тут рабочий кабинет да вот это вот здесь допустим соцсети я быстро захожу здесь одно здесь другое все рассортировано раз разложено много ссылок на которые надо еще посмотреть которые я не успеваю все это запланировано все это распланировано и везде везде под в каждой папке под папки и так далее вот это все информация это все информация которую надо иметь под рукой надо накапливать она у каждого под себя если вот так взять и все эти ссылки вам скопом отдать они вам не нужны вы не знаете что длю тут что что для чего так что вот это вот вот это вот все информация это все невозможно держать в голове но ты знаешь что вот у тебя есть по этому поводу такое-то или тот или тот и я уже не говорю здесь у меня море закладок то есть все это надо накапливать то есть опять же получается так что информация накапливается вместе с опытом именно нужная вам информация общей 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 информации много как на канале так и с чата вы получаете общую информацию но под вашу стратегию именно под ваш бизнес накапливаете вы вместе с опытом пару ролик назад до 3-4 дня назад я показывал у меня не было продаж я я разрабатывал свою стратегию не не день не два несколько месяцев и она основана именно на моих как сказать на моих наблюдениях если из из всей этой массы допустим выдернуть 5 10 20 товаров то эта стратегия она порушится полностью товар из той категории или это это как бы единое целое она может иногда приносить много пользы иногда мало ее можно подправлять а вот чтобы она обрушилась такого не бывает потому что это выстроена вот так же вы должны выстроить себе вот эту стратегию стратегию основанную на категориях основанную на товарах основанную на всяких нишах даже вплоть до цветов там имеет значение какого цвета товар то но это ваш товар допустим красный велосипед это не то же самое что красное платье вот есть очень вот таких вот нюансов которые у каждого свой дальше очень много часто я говорю об анализе есть инструменты анализа инструменты отслеживания инструменты помогающие ориентироваться в этом незнакомом нам рынке мы не знаем предпочтение вкус и американцев мы не знаем большинство из нас то что кажется хорошим и продающимся для нас не может показаться полной ерундой для американцев поэтому многие ну почти все знают вот эту страницу амазона которая называется бестселлеры вы можете просто строке набрать бестселлер амазона вам выдаст эту страницу но на этой странице не это главное главное вот есть тут такой вот такая вот закладка закладка move and shakers перри переходим на нее и здесь мы видим тенденции вот эти вот зеленые стрелки показывают процент вырастания спроса на тот или иной товар вот эта страница главнее бестселлер здесь вот на главной странице подборка по некоторым категориям но вот здесь вот в левой стороне сайт бара можно ну до мелочей пройтись вон допустим телефоны и аксессуары переходим видим в телефонах и аксессуарах что и исходя из этого ну 100 товаров отдается под тенденции спроса то есть мы здесь видим на что растет спрос даже по сезона можно посмотреть это уже надо хотя бы год проработать да вот чтобы узнать к зиме нарастает спрос на это но это так слову зиме нарастает спрос на это к весне на то там к осени на 5 на 10 то есть этот опять же тот же опыт который нужно набрать нужно набрать и вот самый лучший инструмент на сегодняшний день никаких автоматов никаких автоматов не надо заходить заходишь сюда сам смотришь если ты продаешь там не знаю ну дом и кухня да допустим если ты тут продаешь ты следишь здесь смотришь на что на что улучшилось на что понизилась и все пожалуйста вот открытая книга смотри старайся следовать особо не надейтесь здесь подключиться под эти товары и что-то продать потому что они в основном с фбей и можно найти извиняюсь можно найти не проблема что там вот допустим вот эту вот штуку продают семь человек да и подключиться и попробовать тоже продавать не проблема но в 90 процентов случаев вас попросят с таких листов ну попытайтесь счастья не знаю но в любом случае я сюда захожу только посмотреть именно на тенденции что растет в спросе что падает в спросе и исходя из этого ориентироваться на вкус и потребность американцев второй удобный инструмент тоже он как как бы сказать тоже нам показывает тенденцию то есть спрос на что хороший спрос это инструмент от ebay никто почему-то об этом нигде в группах не говорит я на ebay не работаю просто вот смотрю опять же за тенденции ну не знаю у нас есть ребята и боится там в группе и по и бою где-то были ну была голосовал к там люди работают на ebay опять же но здесь чуть-чуть ознакомлю это инструмент от самого и б то есть лучше вот этих двух инструментов вам никто ничего не покажет что популярно на amazon что популярно на ebay всякие сторонние платные ресурсы они вытягивают информацию отсюда а здесь уже вытянут значит ну естественно выбираем ebay здесь есть выбор по категориям чуть-чуть пройдемся по ней можно выбрать категорию какую вы хотите опять же если вы в кухне торгуете выберите кухню посмотрите что покупают и боевцы по кухне следующая здесь настройка вот эти настройки это каждый за последний час меняется статистика в этом плане это намного лучше чем у amazon вот эти секунды идут сейчас через 30 секунд вот эта страница обновиться может поменяться там могут поменяться позиции позиции по продающимся товарам то есть ежеминутный отчет по продажам на ebay это куда уж более тонкий инструмент аналитики спроса да сейчас пусть страница обновиться чтобы вы видели он смотреть две секунды да вот одна секунда и пошел отсчет следующих 60 секунд то же самое можно выставить за день вот переход мы видим что сегодня допустим в течение суток что продавалась б и за последнюю неделю этот инструмент watch count там в группе скидывали я не стал писать просто вот покажу кто следит тот будет знать это за последнюю неделю здесь товары без выбора категорий здесь просто общее в общем скопом если вы выберете категорию любую ну давайте опять выберем что ну допустим животных на выберем она вот на категории этот инструмент показывает вам пожалуйста обновляет показывает то что вот за последние за последнюю минуту до статистика в час статистика день статистика в неделю можно здесь ввести ключевые слова там название какое-то и посмотреть именно интересующий вас товар то что вам интересно посмотреть что тут и как с этим товаром следующая вот здесь вкладка топ watch it то есть ну топ просмотров это клиенты смотрели до там ну покупатели троп шиперы такие как мы так что ну сюда так от особо не знаю не надо а это больше всего показанных товаров что чаще всего показывал показывалась наиболее показываем здесь вот эта вкладочка она более такая информативная если допустим допустим вы продаете вот ну что это там кроватки до для собак вы можете перейти на этот товар открыть его и посмотреть каким образом здесь составлено описание какие тут слова используются то есть вы выдача в поиске вот это хорошее вот на первом месте и воспользоваться если у вас допустим ну какой-нибудь вот такой товар или такой вы посмотреть вот каким образом сделано описание какие слова использованы и вот с этого вот с этой вкладке взять вот это вот описание и прочее ну вот по этому по этой части все это вот опять же насчет автоматизации вот это вот этого никакой автомат вам не сделает вот этого не то что я сказал вот посмотреть здесь посмотреть здесь сравнить у стратегии он вам не выработает никакой автомата кучей навались да и еще что есть опять же вот этот отслеживатель вилок который будет вам на автомате делать вилки до показывать если вы не замечали я вам скажу вот этот товар может через неделю упасть в рейтинге этот автомат вам нашел этот товар вы под него подстроились но естественно только что подстроились она не будет продаваться и пока там очередь дойдет до вас исходя из каких-то критериев этот товар может упасть упасть в рейтинге потому что их заходишь на тот же товар допустим за неделю ну спири с перерывом в неделю он может как упасть в рейтинге так и подняться в рейтинге так что это тоже не панацея да вот то что если товар сегодня там по рейтингу он хороший хорошо продается он может рухнуть буквально за неделю буквально за два дня вот если вы к тем кулаком у меня сейчас его нету пользуетесь можете посмотреть что меняется рейтинг товар он вживую он может сегодня быть там сто тысяч нам завтра может быть пятьдесят тысяч на а послезавтра вообще скатиться на 200000 и за этим только вы можете смотреть никакие автоматы за этим не посмотрят и еще один вопрос которому я хочу вернуться правда он здесь не ставится в прямую но по всем каналам особенно новички жалую ну не то что жалуется то есть опять же это автоматизация она к тому что но трудно находить пары пары не трудно находить на их надо просто наловчиться находить я вам сейчас покажу вот вот эта закладка это мои поставщики только с ebay здесь старые здесь магазин вот я их только с ebay беру товар в данный момент это если кто знает вот это единственный автомат который платный но мне наш александр корнячук наш парень наш то есть с украины он сделал прекрасный инструмент отслеживания он очень хороший стоит там на он мне бесплатно дал я поэтому цены так не знаю но знаю что максимально где-то 15 долларов за тысячу товаров что ли обслеживает ну просто сказка и он не просто отслежит а большой помощник и вот если вот на эти цифры посмотрите а они вам ничего не скажу потому что я тут по-своему вводил их но для чего показываю этот инструмент просто увеличил чтоб там товара не видно не виднелись вот смотрите магазины в которых я беру волмарт волмарт вы давайте прокручу ниже смотрите ebay 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 тут 100 с лишним товаров которые практически все с ebay не меняется здесь несколько товаров есть пробных сайтов да сейчас про пробные сайты опять же скажу просто вы убедитесь что они вот линк это где это волмарт а вот это линк да вот вот это с другого сайта с пробного так скажу и все все ebay ebay вон линк волмарт как начал там мудрить со своими доставками со точнее он начал прямо в день доставки высылать треки и я там начал ковыряться получше на ebay и нашел вот несколько товаров очень мало у меня с волмарт товаров из других магазинов тоже видите все с ebay все с ebay так что надо надо искать надо искать составлять свой список продуктов список своих товаров до про 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 до магазины хотел сказать вот смотрите дальше вот эти пробные магазины до которых говорю как их находить очень много разных всяких магазинах опять же возвращаясь к автоматизации эти приборы они вот автоматизированные системы они его там вам найдут эти вилки допустим с какого-нибудь магазина а вы можете оттуда купить вы уверены что вот нам в снг нам с нгшным этот товар вот этот магазин представит американец он может поднять трубку и подсказать там им пару ласковых а вы не можете поэтому у меня вот эти так называемые магазины на проверке как я делаю я нашел товар на ebay еще этот товар в другом магазине в том магазине который есть допустим онлайн магазин который вообще-то цены у него нормальный 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 и один какой-нибудь товар я беру выставляю надеюсь случае продажи закупиться в том магазине но поскольку он неизвестный ясно подстраховываюсь ebay то есть если пришел срок там у меня какая-то проблема он не дает товар я себе я могу купить и закрыть этот пробел пусть даже с небольшим минусом но зато я испытал тот магазин не пролетел на амазоне и следующий магазин еще раз говорю у нас это проблема со всякими онлайн площадками именно в этом они смотрят что хорошо все вовремя делают то смотришь начинают что-то кочевряжется и ты не можешь им ничего сделать в принципе но не можешь поэтому вот таким вот образом подстраховываюсь если допустим какой-нибудь онлайн там 5 6 10 заказов сделал все нормально ничего я там ему покупаю через раз допустим не все время у него там через раз чтобы глаза им не не мозолить и потихоньку при притереться да там и там как будто уже твой ак он аккаунт он право проскальзывает на него и внимание не обращать а вот то что у них есть именно такая система для всех без исключения если у тебя биллинги шиппинга адрес не совпадают они могут тормознуть этот ордер и уточнить это действительно вы покупали не даже у американцев даже у американца это не связано с нашими странами вот так и в конце в конце этого ролика хочу ну дать такой опять же совет особенно новичкам постарайтесь к бизнесу на amazon отнестись как не к продаже товара не к продаже именно не к торговле а как бизнесу подход должен быть как бизнес я тут простенькую вот такой вот арифметику нарисовал к чему я говорю вот допустим вы продаете но это так грубо там товар который берете за 15 отдаете за 10 навариваете за 5 ну на 5 долларов да вот так скажем вот пять таких товаров в месяц где-то 50 штук ну это так к примеру чтобы мысли объяснить и в итоге получается что вы наварились там на 250 долларов в течение работы в течение бизнеса но кто-то из этих вот может заартачиться и сделать возврат вот сделать возврат если этот возврат такого плана что вы не можете вернуть там и bfc но есть такое на ebay допустим ну вы взяли по ошибке у того у кого 14 дней на возврат а на амазоне 30 дней возврат вы пролетели с этим сроком естественно тот у вас не возьмет обратно потому что вы он на ebay он прав вы опоздали или там причина не то чтобы получить обратно свои деньги плюньте вы на эти 15 долларов прямо вам говорю считаем считайте это вот как вот это вот общий бизнес то есть вы должны были навариться 250 но от минусуете 15 наваритесь 235 это это не та сумма за которую стоит испортить свой аккаунт получить жалобу если смотреть на это как на единицу исполнения да зачем терять 15 долларов да ну жалко но если посмотреть на это как на бизнес то этого не жалко никогда ни капли не жалко потому что это бизнес ну да вот 15 вы наварились на 15 вот допустим если у вас кто-то оптом попросит вот эти 50 единицы скажет скинь мне 15 долларов что не скинете конечно скинь ну ну отнеситесь вот так представьте что кто-то у вас оптом взял за 235 и тогда у вас показатели будут хорошие они не будут подпорчены и на основе вот этих показателей у вас еще больше будут продажи ну когда вы вцепитесь в одну эту единицу и постарайтесь доказать что он не прав в итоге не правы окажетесь вы потому что вы этим самым подпортите свой бизнес в этом плане вот этим вы будете не правы вот так вот на этом все всем удачи всем пока с вами был феликс